Я отказываюсь понимать эту власть, которая взяла на себя огромную ответственность и столько обещаний выдала просто таким пулеметом, политическим огнеметом, который она сегодня просто игнорирует. Вы что вообще делаете? Шор беспрепятственно участвует, создает новые политические проекты, летают к нему в Израиль на совещание, к Плохотнику летают на совещание. У нас есть два процесса, у нас олигархи, у нас есть Шор, у нас есть Плохотнюк, у нас есть Вячеслав Платон, они все участвуют в политических процессах, способствуют созданию, усилению определенных политических проектов. Вот у нас есть Шор, у которого есть Шанса, у которого есть возрождение, его лидер Василий Боле летал в Израиль. И есть партия социалистов, которая приняла в свой состав людей, которые были навязаны с Москвы. Это в Бельцах, допустим, если говорим конкретно. Вот у нас есть партия Кику, которая получила, по крайней мере в трех районах, пошла на усиление за счет содействия по результатам расследования Nord News, пошла, как говорится, на усиление в этих районах при помощи Плохотнюка. И вот у нас есть Вячеслав Платон, который по всей стране собирает подписи ввиду взыскания компенсаций для пенсионеров за газы и так далее. И индексацию пенсии. Понимаете? Вот они, организованные преступные группировки, которые беспрепятственно действуют на территории Республики Молдова. И мой вопрос теперь. И зачем нам такая власть? Только секунду, подождите. И такой президент, так называемый. Поэтому существует оппозиция. И господин Монтиан, вы сегодня очень нескромно выразились, я вас поправлю. Настоящая оппозиция, это та оппозиция, которая является независимой, которая не является зависимой финансовой. Ну правильно, гражданский конгресс является независимой и финансовой, и как угодно, и суверенной. В этой ситуации независимые политические, порядочные, честные политические проекты, такие как партия, перемен партии Дос Кембери, вынуждены соревноваться с властью, которая использует админресурс для того, чтобы показать как можно лучший результат на этих местных выборах. Чисто количественно, кантитативно показывая объем и количество этих мэров, несмотря на их качество, несмотря на что у них некоторые предписания, им прекратили мандат, им запретили участвовать в выборах, они судились. У них уголовные дела в производстве, они даже этих берут. Я вам могу, если придет кто-то из представителей власти, я с ними конкретно по фамилиям буду разговаривать. И в этой ситуации я вам хочу сказать, что с другой стороны, есть вот этот беспредел организованной преступной группировки, которые ведут активную политическую деятельность и подкуп всех остальных. И в этой парадигме очень мало места для порядочных, по-настоящему порядочных, независимых оппозиционных партий, которые хотят оздоровить политическое поле. Но мы идем на эти выборы с широко открытыми глазами. У нас очень хорошая память, я никогда не забуду, что эти люди обещали и как они себя сегодня ведут, и что они делают в юстиции, в местной администрации, децентрализации, автономии, все, что обещали. Я понял, что есть как минимум две частные партии, которые готовы участвовать в юстиции, чтобы выучить, никогда не забыть эти ошибки и в будущем их.